И повседневно мы встречаем множество новостей. И, кстати, новостями интересуются практически все без исключения, большинство людей. Но при условии, что они новые, то есть свежие новости. Мы ищем свежие новости, так как вчерашних нам недостаточно. И вчерашние быстро устаревают. И таким же образом нам важно не терять, друзья мои, ощущение духовной новизны. Тогда, когда мы думаем о том добром, о том чудесном, что Бог сотворил для нас с вами. Он желает, чтобы мы понимали, что Его милость и Его милосердие обновляются, написано, каждое утро. Каждое утро. И, кстати, псалмопевец Давид понимал, насколько важно, призывая его имя, петь Господу новую песнь. Он об этом много говорит. По-новому рассказывать. О том, что Господь сделал для нас в прошлом. Говорить об этом, напоминать. И то, что Он делает сейчас. Бог сотворил небеса. Написано, Он собрал воды. Он образовал человека. И Он не оставляет без внимания. И вникает, написано, во все дела человеческие. Господь за всем наблюдает. И даже, друзья мои, в период пандемии, который мы проходим, Он проявляет особую заботу о нас с вами. Не так ли это? Господь продолжает творить великие дела. Даже сегодня. Каждый день делает. Глядя на окружающий мир, я вижу, насколько Его сила, насколько Его мудрость проявляется отовсюду. И постоянно. Сила Господня, она не исчерпалась. Ее очень много. Каждый новый день дает нам новый повод для того, чтобы, невзирая на обстоятельства, прославлять нашего Господа. Время настолько стремительно бежит. И не менее быстро проходят наши с вами дни, дорогие мои. Откровенно говоря, мне лично хотелось бы сделать намного больше того, что я делаю для Господа. Намного больше, так скажу. Но вместе с тем хочется делать не то, не все, что попало, но только то, что угодно нашему Богу. И здесь мы встречаемся с таким понятием, как приоритеты. То есть у каждого из нас есть дела срочные, есть дела важные. Срочных дел у нас с вами, ох, насколько их много. Их очень много. И эти дела приходят и уходят, и зачастую срочные дела остаются незамеченными. Но важные дела остаются и запоминаются надолго. И к таковым, кстати, я отношу исполнение Божьей воли в нашей жизни. Каждое дело, вверяемое нам Господом, оно требует незамедлительного исполнения. Так как, дорогие мои, в противном случае мы терпим большой урон. Помните, как сказал Иисус Христос? Мне должно делать дела моего Отца. И это и есть исполнение Божьей воли. Все остальное второстепенное. Все остальное служит, ну, по крайней мере, должно служить первому. Каким бы наше дело ни являлось, дорогие мои, оно должно быть сопутствующим и содействующим тому, чтобы в точности исполнить предназначенное для меня, для вас, Всевышним Богом. В книге пророка Исаии мы читаем, «И все концы земли увидят спасение Бога нашего». Друзья мои, это именно то, что мы должны делать. То есть, в этом и есть Божья воля, особая Божья воля. Трудиться так, чтобы все концы земли увидели спасение Бога нашего. Все без исключения. В нашем служении Господу должно заключаться ни в чем ином, как в желании спасения всем. Так написано. Я обратил внимание, что зачастую мы ищем извинения, свои лени в том, что только остаток спасется. Но наша с вами участь достигать и дальних, и близких, призывает же их сам Господь и спасает их только Бог. Если бы мы приняли и держались этой истиной, держались за основу в наших приоритетах, в приоритетах жизни побольше спасенных душ для Господа, то, наверное, пророчество пророка Исаии о спасении всех концов земли исполнилось бы вскоре, так скажем. Жизнь правильного христианина, она вращается вокруг того, что я называю словами апостола Павла. Стремлюсь к цели. Поэтому правильные поставленные цели, они определяют мои приоритеты, определяют даже мои приоритеты сегодня. Выбранные же приоритеты, они поведут меня или к успеху в Божьих делах, или к отсутствию такового. В этом же месте, кстати, в книге пророка Исаии, о чем я цитировал, Господь говорит о людях божественных целей. Написано, вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Так написано. Этот успех в деле Евангелия возможно тем, кто достигает Божьей цели, пользуясь Божьими, божественными методами. А его же цель, то, о чем мы с вами говорим, дабы все люди спаслись и достигли познания истины. Будьте благословены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.